Героическая оборона Брестского железнодорожного вокзала вошла в летопись героических страниц Великой Отечественной войны. Тогда, 80 лет назад, в первые дни войны, его защитники, под руководством начальника линейного отделения милиции Андрея Воробьева, почти на сутки задержали продвижение немецких железнодорожных составов. А 22 года назад Григорий Борисюк, который тогда возглавлял Брестский отдел на транспорте, предложил провести накануне дня начала войны турнир по мини-футболу, чтобы напомнить о подвиге защитников. Каждым годом турнир увеличивался, доходил до 8 участников. Потом начали мы приглашать иностранные команды. С 2007 года турнир получил статус международного с неизменным участием команды из России. Но эпидситуация внесла свои коррективы. В прошлом году турнира не было. Не приехали россияне и на этот раз. Но статус международного остался. Приехали гости из Казахстана. Настроение супер. Мы уже не впервые здесь позапрошлым году были, заняли. Четвертое место. Организация все супер. Надеемся, руководство пригласило уже вашу команду, сборную МВД. На следующий год у нас также будет проводиться такой же турнир. Надеюсь, вы приедете, ваша команда. Всего в турнире выступает 5 команд. Кроме гостей из Казахстана, свои дружины выставили управление внутренних дел Брестского областполкома, МВД, управление судебных экспертиз и Брестского отделения железной дороги. Ежегодно поддерживается Министерство внутренних дел и министром подписывается распоряжение о его проведении. Министерство внутренних дел участвует в этом мероприятии ежегодно. Команду формируем из сотрудников Минского гарнизона. Иногда получается выигрывать, иногда нет. Но он, естественно, носит характер дружественный. Турнир любительский. Здесь нет профессиональных игроков. В обычной жизни это сотрудники правоохранительных органов, которые просто любят футбол и здоровый образ жизни. Турнир выявит сильнейшего. Участие, здоровье, главное. В первую очередь, чтобы все были целы. Ну и, соответственно, мы не первый раз играем вместе. Нам проще. Сыгранная команда у нас. Нам в этом плане проще, потому что мы играем круглогодично. Победит сильнейший. После финальных игр за третье и первое место 22 июня будет выявлен и победитель. Юрий Печер, Владимир Казаков, телерадиокомпания Брест.